Об особенностях жизни индийцев в Армении рассказывает Маргарита Шариманян. Акаш Панну родом из маленького индийского города Колтрохатек, что рядом с Дели. Вуз он выбирал долго, советовался с друзьями и знакомыми. Мне реально понравилась программа этого университета. Я ожидал, что университет будет достойным, так как история медицинского университета Армении насчитывает более 100 лет. И да, я действительно был удовлетворен при переезде. Армения стала почти родной для студента из Индии. Понравилась культура и люди. Я путешествовал по Армении. В прошлом году мой рекорд достиг 7200 километров пеших походов с помощью университета и индийского посольства. Я видел Армению в самом простом обличии. И я люблю это место. Оно мирное. Мне нравится ездить на велосипеде. Мы ездим в прекрасный Дилижанский лес. Ездим к озеру Севан. Я чувствую себя здесь как дома. И я люблю это место. Изначально Аакаш приехал только на учебу, чтобы затем вернуться на родину. Однако сейчас уже сомневается и задумывается о том, что не надо спешить с возвращением. Благо семья оказалась не против. Они всегда поддерживают, где бы я не решил жить. Я хочу вернуться в Индию через некоторое время. Я хочу остаться здесь еще чуть-чуть, потому что эта страна мне многое дала. Многое дала Армения и прекрасной женщине по имени Сантошку Мари Арора. Но и она дала этой стране немало. Ани, Анахид, Хаик. Анахид, Хаик. Анахид, Хаик. Про свой переезд и знакомство с армянами вспоминает с улыбкой. Все, кто меня видел и встречал, все они говорили про Радж Капура. О фильмах индийских, которые они несколько раз смотрели. И многие из них пели песни на хиндии. Правда, не очень правильно произношение было. Я всегда говорю, вы знаете Радж Капура? Вы видели Радж Капура? Я говорю, я знаю, но не видела. Вот я, например, мясо не ем. И когда мне говорили, хаш кушай или дольму кушай, для меня было трудно. И теперь они с удовольствием кушают мои блюда. Сантош Кумари говорит, что обнаружила очень много общего между индийцами и армянами. Именно поэтому между нами не может быть межнациональных проблем. У армяне, когда гость приходит домой, все, что за душой есть, все выставляют на стол. Потом, может быть, это боком обойдется, но все равно они выставляют. Но это же есть у индийцев. У нас двери не принято закрывать. И есть такое поверье, что гость от Бога. Каждое ее напутствие – это размышление о человечестве, которое, по ее словам, позабыло об истинных ценностях. И сразу осознаешь, что студенты на лекциях с Антош Кумари получают не только знания по предмету, но и нечто более важное. Я чуть-чуть по-армянски скажу. Учитель в Индии называется гуру. Гуру, который показывает дорогу к Богу. Гуру в Индии говорят. Без гуру нет освобождения. Рауль Сетти уже пять лет координирует работу иностранных студентов в медицинском университете. Индиец по национальности он уже давно считает родными страну, в которой живет, и вуз, в котором работает. Между армянами и индийцами много общего. Особенно это выражается в уважении к старшим и к семье. Возможно, причина скожести наших менталитетов и в том, что наш народ много веков назад прошел из Персии через Армению и добрался до Индии. По его словам, к иностранным студентам здесь относятся с большой заботой еще до прибытия в Армению. Обговаривается все, вплоть до того, какую одежду взять с собой. Большой плюс армян в том, что они хорошо понимают всех иностранцев. Мы здесь не чувствуем себя чужими. Мы чувствуем себя в безопасности. Армянин может обидеть армянина, но иностранца никогда. По словам многих индийцев, проживающих в Армении, самая большая проблема – это кухня. Армянские мясные блюда, мягко говоря, не привлекательны для вегетарианцев. Индия богата разновидностью интересных блюд, ароматы которых не спутаешь ни с одной национальной кухней. Для того, чтобы полноценно окунуться в индийскую атмосферу, зайдем в индийский ресторан и хоть на несколько минут почувствуем себя в центре Дели. Ресторан существует уже 26 лет, и, по словам директора, первые 10 лет работали с убытком, поскольку тогда в Армении не было так много туристов. Сложностей было немного. Здесь законы более легкие, чем в других странах. Индийская кухня специфичная и была не очень популярна в Армении. Но я хочу, чтобы все армяне полюбили ее. У нас уже есть постоянные посетители. За приготовлением экзотических блюд повар Лахман Синг рассказал, что очень много армян и российских туристов стали посещать ресторан в последнее время. Индийская кухня покоряет сердца. Не знаю, насколько у меня получается, но я стараюсь. Основные посетители, конечно, индийцы, арабы и другие иностранцы. Но стоит раз попробовать, и армяне становятся постоянными посетителями. По словам Лахмана, после изобилия приправ в индийских блюдах, армянские кажутся безвкусными. Но нужно просто привыкнуть. Наверное, так же, как и к чужой стране. Здесь очень легко работать. Люди и атмосфера приятные. Мне здесь нравится. В исторических источниках существует множество упоминаний о торговых отношениях Армении с Индией, начиная с 7-8 веков нашей эры. И сегодня страны продолжают свое многовековое сотрудничество. Несколько раз в год в Ереване проходят выставки-ярмарки индийских товаров, которые так полюбились армянам. Сотрудничают в кинокомпании и культурно-деловые центры. Как говорит Сантош Кумари, не кожу мы любим, а работу. На хиндии очень красиво звучит не чампиара, а кампиара. Кам – это работа. То есть кам, когда мы делами доказываем, что мы справедливы и мы правильно живем, тогда и содействие есть оттуда правильное. То есть мы должны сажать правильные семена и мыслями, и словами, и работой своей. Дежурные по Еревану Маргарита Шариманян, Арман Караджиан.